Путин не поздравил Байдена, а Арестович, конечно же, заявил, что Лисичанск и Северодонецк – это однозначная перемога Украины. На остров Змеиный водрузили невидимый украинский флаг, а в Николаеве партизаны расклеивают листовки, за которые, конечно же, СБУ пытается кого-то найти, но тщетно. Но также украинская разведка и издание «Экономист» заявляют, что войска ВСУ в километре от Херсона, но при этом целью российской армии – это захват всей Украины. Прозрение бойца ВСУ – зачем нужен был тот Майдан? И западные эксперты боятся, что США проиграют в Украине Путину. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 4 июля, день независимости из США, 17.00. И начнем мы, конечно же, с праздника Дня Независимости Соединенных Штатов Америки, но Владимир Путин Байдена не поздравил по понятным причинам для всех. Ну а Алексей Арестович, конечно же, рвется в бой и рассказал о том, что нету никакой, собственно говоря, поразки, зрады, сплошная перемога под Лисичанском и Северодонецком. Арестович и впрямую сказал, что все задачи выполнены и объяснил, почему потеря контроля над Северодонецком, Лисичанском и вообще над Луганской областью, наверное, – это успешная военная операция Украины. Кстати, какую вам нашел капитан Арестовича, собственно говоря, советник главы не понимает, почему в украинском обществе распространились настроения уныния из-за отступления в СССР из Луганской области. Все должны радоваться. Тем более повод для радости, как сообщает Ермак, над островом Змины водрузили невидимый украинский флаг. Почему невидимый? Потому что фотки как-то раскритиковали уже пользователи соцсетей. Но, с другой стороны, даже если он там появился, активно, собственно говоря, борщ, сало, вышиванки и покрашенное все в государственные цвета. Как говорится, звеняйтесь, других перемог нема. А вот СБУ сбилось с ног в Николаеве. На фоне то разгрома наемников, воевавших за Украину, а здесь еще листовки по всему Николаеву с соответствующим содержанием непереможным. Кстати, на повестке сейчас можно нарваться в Харькове вообще на раз-два. Даже если просто вышел пробежаться или прокатиться на велосипеде. Соответствующее видео можно посмотреть на моем телеграм-канале. Обязательно подписываемся. Там же прозрение украинского бойца, который рассуждает, а зачем этот Майдан вообще был нужен и почему теперь бойцы ВСУ должны за вот этот весь бред после Майдана и Майданы нести ответственность. Пока так называемые патриоты зарабатывают копеечку где-то за рубежом или волонтерят. Ну а еще две новости в стиле диссонанса, видишь, Суслика, а он есть. К примеру, ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона, заявляет издание «Экономист», ссылаясь на сотрудника военной разведки. Интересно. Вы же понимаете, не заметить украинских войск в километре от Херсона, ну я думаю, мягко говоря, невозможно. Но тут же по информации Главного управления разведки, опять же, Министерства обороны, Россия планирует полное уничтожение Украины, Донбассом в Кремле не ограничиться. Рассказал тот самый Буданов, который периодически какие-то космические истории прям любит рассказывать. Как это корреспондируется с заявлением, что войска невидимые ВСУ в километре от Херсона, непонятно. Ну да ладно. А вот некоторые западные эксперты предполагают, что все-таки борьба между США и Россией идет в Украине. И вот один из обозревателей National Review, Майкл Брэндон Доггерти, предполагает, что победа России на Украине станет вторым крупным поражением США за два года после вывода американских войск из Афганистана. Это сделает триумф России более масштабным. Владимир Путин сможет заявить, что он победил не только националистов в Украине, но и западные державы, считает Доггерти. А журналист также предположил, что такой сценарий, завершение конфликта, вызовет огромную панику среди стран-членов НАТО. Вероятно, этим и объясняются различные заявления, типа Лизы Траст, Джонсона, что победа до победного конца, до последнего украинца концепция, как вы понимаете. Ну, собственно говоря, друзья, на этом пока все. Подписываемся на мой телеграм-канал, дальше будет.